Добрый день! Компания Кодерлайн начинает для вас новый вебинар под названием «Начисление заработной платы в 1С ERP 2.5». Меня зовут Моисеева Екатерина, я ведущий консультант-аналитик 1С. Компания Кодерлайн – это компания 1С Франчайзинг, занимается внедрением и сопровождением программы 1С. У себя на экране вы видите наши контакты, электронную почту 1ссобака.кодерлайн.ру, номер телефона, по которому вы можете обратиться к нам с любым вашим вопросом. В компании работает огромное количество специалистов, которые готовы оказать помощь. Также обращаю ваше внимание на наш канал Telegram ERP. Подписывайтесь, заходите, там появляются все новые статьи, ведется обсуждение. Поэтому для тех, кто пользуется ERP на постоянной основе, работает, будет очень интересно. Заходите, подписывайтесь. Итак, программа сегодняшнего вебинара. Мы кратко посмотрим обзор функционала учета заработной платы. В 1С ERP у нас предусмотрен раздел. Если вы не вывели введение зарплаты в отдельную систему, то в ERP также это можно с успехом делать. Особенно для не очень больших организаций. Хотя и для больших организаций там тоже довольно много функционала. Посмотрим с вами настройки способов отражения зарплаты, как это делается в 1С ERP. И сделаем с вами начисление заработной платы в упрощенном виде по окладной системе. В прошлом вебинаре я рассматривала вопрос о приеме на работу сотрудника. Мы его приняли. Был вебинар у нас по кадровому учету. И сегодня начислим заработную плату. Итак, учетная система 1С ERP у нас с вами позволяет автоматизировать начисление зарплаты сотрудников компаний разного объема. Как большие, так и маленькие могут ввести учет. Соответственно, понятно, что функционал очень большой. Весь сегодня мы затронуть с вами не сможем. Мы пройдем только основные разделы. Поэтому, если данная тема для вас будет актуальна, тогда пишите свои комментарии. И, исходя из запросов, тогда будем снимать уже более подробно на тонкие моменты. Именно то, что вам будет интересно. Ну, давайте перейдем в демо-версию. 1С ERP управления предприятием. Давайте посмотрим релиз 2.5.11.96. Это я озвучиваю для того, чтобы вы понимали, у всех может быть релизы разные, немножко может быть что-то отличаться. Но, в принципе, весь функционал, он примерно одинаков. Итак, как всегда, при начале работы с 1С ERP мы с вами обращаемся к разделу «Администрирование». И в нем у нас есть раздел «Зарплата». Давайте зайдем и посмотрим, что мы можем здесь настроить. Итак, мы можем настроить нерабочие дни в связи с коронавирусом. Для нас это было не так давно. Очень для всех актуально. Если у вас это на предприятии используется, ставим галочку. Нерабочие периоды, которые уменьшают норму времени. Так, по указам президента. Можем поставить галочки «Рассчитывать среднюю численность, расчет и выплаты зарплаты по организации в целом, либо подразделениям». То есть, в данном случае, если мы эту галочку уберем, то мы будем делать ведомости по каждому подразделению начислять зарплату. Но, возможно, у вас в каждом подразделении, если предприятие крупное, может быть отдельный расчетчик. Тогда, соответственно, убираем эту галочку и делаем начисление на каждое подразделение. В данном случае у меня галочка стоит. Соответственно, мы рассчитываем зарплату по всей организации сразу. Автоматический пересчет документов при их редактировании. То есть, автоматически программа пересчитает. Индексация заработной платы сотрудника в целом по организации можно делать. Если у вашей организации выдаются займы сотрудников, ставим галочку. Если, может быть, регистрация выплат по договору прожарского правового характера. Если вы работаете с такими договорами, тогда ставим галочку «Не работаете», соответственно, «Нет». Могут быть прочие доходы физлистов. Допустим, у вас сотрудник арендует автотранспорт, либо еще что-то. Тогда ставим эту галочку и ведем учет. Бывают ситуации, когда выплачивают какие-то доходы бывшим сотрудникам предприятия. Например, из моей практики, это может быть такая система премирования. Многие организации, допустим, рассчитывают какой-то годовой бонус. И, соответственно, согласно их коллективного договора с сотрудниками, даже если сотрудник прекращает свою деятельность, он имеет право на выплату этого годового бонуса. И, соответственно, тогда этот бонус выплачивается уже после того, как сотрудник уволился. И, соответственно, если у вас такая система бывает на предприятии, то ставите эту галочку. Далее, использовать ведомости для выплаты прочих доходов. Соответственно, можно сделать отдельную ведомость на выплату зарплаты на какой-то доход. Тарифные группы, квалификационные категории. Допустим, у вас сотрудники разной квалификации. Тогда можно поставить эту галочку и будет при расчете заработной платы возможность рассчитывать. Может быть, несколько тарифных ставок для одного сотрудника. Допустим, если у вас сотрудник совмещает должности с равной квалификацией, то тогда ставим галочку. Может быть, краткосрочные изменения оплаты труда. Допустим, разовая какая-то надбавка за какие-то работы. Тогда ставим галочку. Несколько видов времени в графике работы. То есть, может быть, смены, может быть, часы, вахты. То есть, если у вас бывает такое, что один сотрудник может по нескольким графикам работать, тогда мы ставим. Если есть подарки, призы, ставим. Если, допустим, мы сумму удержания и заработной платы ограничиваем каким-то процентом, тогда тоже ставим галочку. Так, сведения для расчета общего среднего заработка принимать к учету для расчета пособий. Соответственно, где у нас там может применяться? Для больничных. Соответственно, ставим галочку. Ну и, соответственно, доступные еще у нас показатели. Могут быть премии ежемесячные используются. Всякие доплаты. То есть, все это можно настроить в данном разделе. Кроме того, мы можем зайти еще в настройки состава начислений и удержаний. И здесь уже мы проставляем, какие у нас есть, допустим, применяются почасовые оплаты. Допустим, есть ночные, вечерние, сверхурочные, переработки. Если, допустим, у вас работают женщины с детьми до полутора лет, и вы учитываете для них период для кормления ребенка. Ну, бывает в некоторых организациях такое, в больших. Поэтому тогда ставим галочку. Отпуска. Есть ли учебные отпуска, дополнительные отпуска, отпуск без оплаты труда. Соответственно, если такое у вас есть на организации, то мы указываем. Нет, значит, не ставим. Учет отсутствий в работе, то есть в командировке. То есть, если мы ставим галочку, то человек отсутствует, а ему считается командировкой среднего часа рабочего. Допустим, длительные командировки оплачиваются помесячно. Значит, что у нас? Если человек уехал в командировку на два месяца, допустим, или три, то мы будем платить ему каждый месяц. Если мы не ставим эту галочку, то, соответственно, мы оплатим ему эту командировку, когда он вернется из нее. Могут быть простои, прогулы, неявки. То есть, исходя из специфики вашей организации, все мы здесь, все эти настройки проставляем. Если выплачивается материальная помощь, ну, бывает, пострадавшим, с потерей родственника, то есть, ну, соответственно, разные зависимости от коллективного договора. Допустим, какая-то, может быть, по коллективному договору у вас материальная помощь при предоставлении отпуска человеку. Тогда ставим галочку. Прочие начисления могут быть надбавки за вредность. То есть, у меня, допустим, было в опыте таком, что, допустим, были плохие условия труда, и даже сотрудникам офиса, которые работали в офисе, им ставили надбавку за вредность, потому что было там плохое освещение. Ну, естественно, вся эта вредность присылается по результатам проверок. Соответственно, если такое есть, то мы ставим галочку. Работа в праздничные, выходные иди, сдельный заработок, совмещение. То есть, все-все-все. Доплата за дни болезни. Если, допустим, вы хотите оплачивать не по больничному, а доплачивать до среднего заработка человеку, а не как по больничному идется. Натуральные доходы. Допустим, если кормите в столовой, допустим, на безвозвездной основе сотрудников, это тоже является доходом, грубо говоря, натуральным. И тогда мы ставим эту галочку. Ну, соответственно, осталось у нас удержание. Здесь у меня стоит удержание по исполнительным документам. Это что может быть? Это могут быть алименты, допустим, какие-то судебные претензии. То есть, все это мы устанавливаем. Если в вашей организации есть профсоюз и плачут взносы сотрудники, соответственно, устанавливаем. Добровольные страховые взносы, если такое бывает, на накопительную часть пенсии, может быть, кто-то из сотрудников хочет перечислять добровольно. Тогда все это устанавливаем. Соответственно, перед началом работы мы с вами прошли, проставили все эти настройки для расчета зарплаты, начислений. И после этого будем приступать к начислениям. Для того, чтобы начислить зарплату, что нам нужно с вами еще настроить? Так, нам нужно с вами зайти в настройки и справочники и настроить способы отражения заработной платы. Именно способ отражения заработной платы дает нам возможность отнести расходы на какой-то определенный вид, который нам нужен. Ну вот, допустим, давайте мы с вами какой-нибудь создадим. Способ отражения зарплаты назовем «Заработная плата производственных рабочих». Здесь мы выбираем. Начисленная заработная плата отражается либо по статье расходов, либо распределяется на производство. То есть, если мы с вами поставим на статью расходов, соответственно, выбираем статью. Если мы выбираем с вами на производство, то у нас есть возможность выбрать на панормативной стоимости работ, допустим, сколько у вас стоит часть, либо по длительности работы, допустим, сколько часов затрачено, исходя из этих показателей. Далее, принимается к налоговому учету, либо нет. Что мы еще можем показать? Мы можем показать, что начисление отражается на отдельной статье калькуляции. Соответственно, мы с вами можем создать какую-то статью калькуляции, если нам, допустим, нужна отдельная. Мы хотим потом в себестоимости или в своих расходах увидеть, что эти расходы собраны у нас отдельно. Тогда мы с вами назовем, допустим, зарплата рабочих и тип затраты, оплаты труда. Выбираем. Теперь, если мы хотим с вами увидеть страховые взносы на отдельной статье калькуляции, то мы здесь тогда ставим галочку и выбираем статью. Я вот здесь создавала уже, вот выбираем взносы. Выбрали. Соответственно, мы разделили вам с вами в калькуляции зарплату строковые взносы. Если еще нужно травматизм выделить, тогда мы ставим сюда еще галочку. И здесь выбираем либо какую-то уже готовую статью, либо мы ее создаем. Так, если мы ставим отражается по статье расходов, то у нас здесь с вами сразу появляется возможность создать начисление. Так, допустим, здесь уже созданная. Выберем заработная плата, производственная. Зайдем, давайте зайдем в нее, посмотрим и увидим, что именно в этой статье расходов, именно в этой статье расходов, мы с вами уже видим бухгалтерский учет. То есть на закладке бухгалтерский учет и налоги можно настроить счета учета. Все, просовывай. Так, настраиваем счета учета, заходим и смотрим. Именно здесь мы указываем тот счет, на который мы с вами относим наши расходы. То есть в данном случае это производство, поэтому у меня счет 20. Далее. И счет списания, соответственно, счет доходов-расходов 90, куда будет списываться с 20. И здесь мы, соответственно, это настроили. Соответственно, потом мы выбрали это начисление. Здесь аналитика выбирается автоматически. Так, значит, аналитика подбирается автоматически. Страховые взносы отражаются по статье начисления. Все это мы указали. И после этого у нас с вами готов способ отражения заработной платы. Давайте посмотрим, какие еще возможны. Вот, допустим, заработная плата на модернизацию основного средства. То есть в данном случае, если нам с вами нужно, чтобы заработная плата относилась на стоимость основного средства, то начисление мы создаем для формирования стоимости основного средства. И выбираем группу финансового учета. Настраиваем таким образом, чтобы счет учета был 0,8. 0,8 вложения во внеоборотные активы. Итак, значит, вот это отражение для зарплаты по модернизации основных средств. Давайте посмотрим еще, допустим, премии. Опять же, мы создаем, пишем, отражается по статье расходов, если хотим относить на статью расходов. И в данном случае настраиваем бухгалтерский учет для премий. Здесь можно еще указать, что расходы, допустим, возникают при производстве, либо... Сейчас покажу, как при создании. Секундочку. Вот, если мы будем создавать с вами сами статью расходов, то мы можем указать, расходы возникают когда? При приобретении, при складском хранении, при продаже, при производстве, при формировании внеоборотных активов или в иных процессах. То есть, если мы ставим при производстве, то, соответственно, мы идем на 20-й. При складском хранении может быть какой-то дополнительный счет, там, 23-й, какой вы используете. При формировании внеоборотных активов на 0,8-й. Общихозяйственные, общепроизводственные, 26-й. И можем далее показать, как относятся. На себестоимость при производстве распределять их можно. На финансовые результаты, допустим, на расходы будущих периодов, если зарплата связана с каким-то таким расходом, который будет списываться потомским активом. Либо можно распределить вручную. Также есть тип аналитики расходов. То есть, можно выбрать по подразделению, по физическому лицу, по организации, по объекту эксплуатации, допустим, если при формировании внеоборотных активов, допустим, на основное средство, тогда вот основное средство. Либо, допустим, что еще может быть? Может быть разработка какой-то технологии. Тогда, допустим, ставим нематериальные активы. Если это объект строительства, если строим что-то, то, допустим, либо собираем из составных частей какое-то основное средство. Сюда исследование и разработки. Вот таким образом мы вставим аналитику, показываем. И, соответственно, на закладке «Бухгалтерский учет и налоги» с помощью групп финансового учета мы показываем уже бухгалтерские счета, куда пойдут наши начисления. Так, ну, давайте теперь мы с вами обратимся именно к начислению заработной платы и посмотрим, где это осуществляется. Давайте зайдем в начисление заработной платы и взносов. Итак, именно здесь, в этом меню происходит начисление заработной платы. Создадим. Создадим с вами начисление зарплаты и взносов. Организацию я выбираю «Металлсервис». «Металлсервис», потому что именно по этой организации в прошлом вебинаре по кадровому учету мы с вами принимали сотрудника. Устанавливаем месяц, за который начисляем заработную плату. Соответственно, июль. Допустим, если вы начисляете июль, ну, вот, бегунками мы с вами корректируем дата начисления и сегодняшнее, что мы можем? Нажимаем кнопочку «Заполнить». И тогда у нас с вами заполнятся наши принятые сотрудники автоматически. Начисление оплата по окладу, потому что данных сотрудников мы принимали на оклад. И результат системы автоматически просчитала с даты приема на работу. В данном случае оформляли 4 июля прием на работу. Вот с 4 июля по 31 система рассчитала оклад. Оклад мы ставили с вами 100 тысяч рублей. Если не по кнопке заполнить, то мы можем с вами добавлять ручную. Допустим, если вы хотите сами посчитать или поставить результат, то соответственно вводим ручную. выбираем вид начисления, оплата по окладу и результат. Давайте посмотрим, какие еще есть виды начисления в ERP. Вот мы с вами видим, что в демо версии у нас предложены вот такие виды. Оплата сверхурочных часов, оплата времени кормления по часовому тарифу, за выслугу лет можно отбавку, доплата за работу в праздничные дни и вечернее время, оплата по окладу по часам, доплата за работу в вечернее время, праздничные дни. То есть в данном случае здесь уже созданы начисления. вот эти все начисления можно еще создавать самостоятельно, но это очень большая тема, которую я так думаю, что можно даже выносить на отдельный вебинар, поэтому если будет интересна эта тема, то пишите в комментариях и потом будем рассматривать, как ввести свои начисления. В данном случае мы выбираем оплату по окладу и заполняем. Я перезаполню данными автоматически. Итак, у нас заполнилось. Теперь заходим в NDFL. Мы видим, что у нас автоматически посчитался NDFL. Соответственно, если вдруг вас этот налог смущает или сумма неправильно посчиталась, то можно пересчитать. В два раза щелкнув, мы видим сразу расшифровку доходов и начисленного NDFL. И видим ссылочку на регистр налогового учета по NDFL. то есть у нас открывается с вами карточка сотрудника. Мы видим сразу всю информацию. Видим всю информацию по доходам, по налоговой базе, по начислениям, по удержаниям, общую сумму по итогам года, ОКТМО, КПП, по которым проводилось данное начисление и выплата. Соответственно, NDFL можно сразу проверять, то есть аналогично практически как в зарплате управления в системе 1С-ЗУП. То есть все похоже, аналогично, то есть тоже удобно можно смотреть. Далее взносы. соответственно, они у нас автоматически рассчитались по единому тарифу, по ФСС, несчастный случай травматизма. То есть здесь у нас до превышения, потом, если появится превышение, будет делиться на базу сверхпредела. что мы здесь можем еще заполнить. Допустим, если сотрудники работают по договору ГПХ, то, соответственно, в этом разделе мы заполняем по договорам ГПХ. Могут быть какие-то, допустим, пособия по уходу за ребенком, тогда будет в этой вкладке. Если у человека есть исполнительный лист удержания, то она у нас заполнится в этой вкладке. Займы, если, допустим, сотрудника удерживают долг по займу, который ему выдали. Корректировки выплаты, дочисления, переначисления, перерасчеты. Ну, все, документ мы с вами проводим. Соответственно, если мы хотим сразу выплатить, то мы с вами создаем ведомость. Но в данном случае создается ведомость кассу. Если у вас открыт расчетный счет к организации и вы оплачиваете на расчетный счет, то у вас будет согласно настройкам формироваться ведомость на расчетный счет. и в отчетах мы можем посмотреть движение документов. Движение документов по регистрам накопления, взаиморасчетов, то есть видно все доходы, удержания, все подробно по всем регистрам. Так, ну и после того, как мы с вами начислили заработную плату, нам ее нужно отразить в бухгалтерском финансовом учете. Заходим с вами в заработную плату, в разделе «Бухучет» есть отражение зарплаты в финансовом учете. Создаем дату проставляем 31 июля 2024 года. Организация наша с вами металлсервис, проставляем месяц, за который будем отражать нажали «Заполнить». Заполнить «Заполнить». Если мы с вами нажмем «Показать сотрудников», мы сможем увидеть подробно начисление по сотрудникам. Здесь мы можем выбрать подразделение, на которое относить и способ отражения. Когда мы заходим в это меню, мы с вами впадаем в способы отражения заработных плат, которые мы с вами настраивали в начале. Мы с вами делали заработную плату производственных рабочих. Ну, а допустим, зарплату второго человека может быть я хочу отнести на модернизацию основного средства. Тогда соответственно я выбираю другой способ отражения. Если мы нажимаем кнопочку «Взносы подробно», то мы с вами увидим еще дополнительно по сотрудникам «Взносы». заполнили документ. Посмотрим с вами НДФЛ заполнился. Удержаний у нас нет, но, соответственно, если у человека там исполнительный лист или какое-то удержание выбираем, и проценты по займу тоже. Проводим документ и видим наши с вами проводки, все, что мы с вами настраивали. мы с вами видим, что по первому сотруднику согласно нашей настройке расходы ушли на счет 20-й, по второму сотруднику на модернизацию основных средств на 0,8-й. Далее начисление взносов соответственно также на 20-й 0,8-й, начисление травматизма, на 20-й 0,8-й и последнее это удержание НДФЛ общей суммой по двум сотрудникам. Здесь мы только что также с вами можем посмотреть движение документа по регистрам если мы с вами ставим сводно то имеем по общему без деления по сотрудникам отражение так ну и какие у нас есть отчеты по заработной плате основные заходим зарплаты отчеты по зарплате можем посмотреть полный свод начислений и удержаний выбираем организацию металл сервис этот месяц и формируем видим сколько начислено заработной платы сколько удержано НДФЛ и соответственно сальдо какие еще отчеты по зарплате можно посмотреть расчетный листок если ваша организация формирует расчетные листки сотрудникам то это можно сделать здесь формируем расчетные листки соответственно видно все начисления удержания и долг предприятия на конец месяца можно вывести отдельно по сотруднику если допустим вам нужно распечатать один какими еще отчетами по зарплате удобно пользоваться ну естественно это сводная справка 2 НДФЛ часто бывает что нужно перепроверить перед сдачей но у нас не было выплат поэтому пока сводная справка 2 НДФЛ пустая потому что сейчас по законодательству НДФЛ уплачивается удерживается при выплате соответственно пока сводная справка не формируется так как мы не провели выплату мы ведомость с вами сформировали а выплатить не выплатили соответственно можно сделать анализ зарплаты по сотрудникам помесячно посмотреть анализы взносов фонды и все другие отчеты и так сегодня мы с вами на вебинаре рассмотрели основные вопросы по начислению зарплаты в ERP рассмотрели с вами настройки находятся в НСЕ администрирование зарплата мы с вами создали способ отражения в настройках и справочниках отражения заработной платы и начислили заработную плату начислили в простом виде по окладам соответственно если вас интересуют другие способы начисления заработной платы что рассмотреть более подробно пишите в комментариях буду рада и буду знать что далее освещать какие темы вам интересны сегодняшний вебинар проводила для вас компания Кодерлайн компания Кодерлайн компания 1С франчайзинг у вас вы видите наши координаты по вопросам можете обращаться наши специалисты будут рады вам ответить всего доброго с вами была Моисеева Екатерина ведущий консультант аналитик «Моисеева Екатерина» «Моисеева Екатерина» «Моисеев Екатерина»